здравствуйте уважаемые друзья сегодня по многочисленным просьбам мы поговорим с вами про трубу тпк aqua и про компрессионные фитинги применяемый с данной трубой множество вопросов не задается почему именно данная труба почему опять же не тоже металлопластик не тоже полипропилен вы применяете для полива какую вы трубу будете применять для своего водопровода у оснодачи я хочу сразу сказать я буду по возможности применять вот именно вот эту трубу это не считается реклама во первых я могу в любой момент эту трубу разобрать в любой момент собрать меня там и искать утюг чтобы спаять например полипропиленовые трубы не надо искать рэмс чтобы пресс-фитинги обжать и так далее и так далее и так далее задавался вопрос может ли данная труба применяться для водопровода она и предназначена для водопровода но ее нужно беречь как говорят все вот эти вот инструкции вы их можете скачать посмотреть от ультрафиолетовых лучей но хочу сказать что вот у меня уже труба на огороде 3 сезона на находится под обычным солнечным цветом светом она никаких своих свойств не потеряла не стала хрупкой ломкой ну посмотрим что дальше будет если будут какие-то изменения я в любом случае вам буду про это рассказывать но с другой стороны чтобы защитить даже лежащую под открытым небом поле пропиленовую трубу полиэтилен аква извиняюсь мы можем просто ее заизолировать любой какой-нибудь там тонкой изоляции там или покрыть там каким-нибудь покрывным слоем это уже как говорится все зависит от вашего кошелька и от ваших так сказать рук что хочу сказать вот все вот инструкции по монтажу здесь все очень четко написано то есть отрезаем трубу для удобства диаметра свыше необходимо снять фаску с торца я вам рекомендую вообще всегда фаску эту снимать потому что тогда проще это все дело будет смонтировать надеть трубку на гайку и далее далее по тексту то есть я вам в одном из своих видео показывал как это все собирается собирается без всякого практически инструмента но тут показано что с помощью ножниц труборезов мы отрезаем можно применять и те ножницы которые у нас идут для полипропиленовых труб это все как бы одно и то же фаску снять можно напильником обрезать трубу можно также с помощью и ножовки по металлу ну давайте сейчас перейдем непосредственно вот к элементам то есть муфта соединительная то есть у нас самый ходовой размер 20 25 то есть как вы видите муфта соединитель необходимо нам для того чтобы соединять два куска трубы как я например сделал в поливе для теплицы отвод с внутренней резьбой с внутренней трубной резьбой то есть один конец мы подсоединяем непосредственно трубе тпк аквак в другой мы можем вернуть какой здесь акций технический элемент с диаметром указанным вот здесь то есть либо это одна вторая дюйма три четверти дюйма и кстати вот они здесь все правильно на вторая дюйма три четверти дюйм 3 четверти дюйм и так далее и так далее то есть вот вот это вот внутренний резьба в нее соответственно элемент допустим тоже кран шаровый например с наружной резьбой мы должны намотать ленту фум то есть все вот эти элементы у нас соединяется от руки безо всяких дополнительных элементов здесь мы либо применяем лен либо ленту фум я применяю ленту фум то же самое отвод с наружной резьбой то же самое с тройниками то есть тройники у нас есть как и равнопроходные как и сужением в центре то есть например 25 на 20 на 25 то есть мы понимаем магистральная труба подсоединяется 25 отвод идет на 20 то есть все как бы здесь понятно муфта переходная ну может кому-то нужна я такой не пользовался то есть перехода с большего диаметра на меньше например тройник с внутренней резьбой то же самое вы можете взять тройник например двадцать пятый или двадцатый с внутренней резьбой 1 2 3 четверти и вернуть ее кран с наружной резьбой то есть вот таким вот образом здесь все то же самое далее что хочется сказать вот тут принципе вы можете скачать посмотреть труба как кто-то задавал вопрос что означает синяя полоса синяя полоса это значит у нас труба предназначена с вами для для водоснабжения питьевого для газоснабжения если бы это данная труба применялся до были бы желтые полосы если черные полосы то для технического тепло технического водоснабжения извиняюсь что хочу сказать кто-то задавал вопрос по давлению вот например смотрите трубы поставляются вот sdr-11 sdr-13-6 sdr-17-6 sdr-21 чем выше sdr тем меньшее давление у нас с вами данная труба держит то есть sdr-11 самая ходовая труба она у нас держит давление пн-12 то есть это получается 120 метров водяного столба или 1 и 2 мегапаскаля данная труба сможет с легкостью с легкостью выдержать то есть считайте ваша насосная станция да и любое водоснабжение вы хоть какого дома возьмите у вас водопроводе должно быть не больше чем 40 метров водяного столба если давление выше там должны быть редуктор и так далее даже хорошо пусть у вас будет по фантастическим всяким случаям там 60 метров данная труба с легкостью должна эту данная труба и и элементы должна выдержать вот это вот давление то есть вот sdr-11 берите и будет вам как говорится в одной сказке счастье то есть она как раз идет самая ходовая здесь идут и диаметры от наружного 20 до 63 если берем давление меньше пн-10 то есть 100 метров водяного столба или как у нас еще любят горят 10 очков то здесь соответственно труба начинается с 25 диаметр толщина стенки здесь получается меньше то есть вот таким образом для полива конечно же вами хватило бы вот этого диаметра у нас 17 6 не поставляется пн-8 то есть 80 метров водяного столба или 8 очков или 0 8 мегапаскаля то соответственно ну будем применять пн-10 то есть вот такие вот как бы параметры то есть труба она предназначена для водопровода конечно здесь идет одно маленькое но давайте вернемся вот к нашему с вами каталогу так называемого вы его можете скачать можете у любой другой организации скачать реклама не является просто это такая находка когда вы хотите сделать например тот же водопровод с минимумом имея минимум знаний и имея минимум оборудование то есть купить тройники и трубы и так далее затариться с ними съездить и смонтировать все это в принципе не составляет большого такого труда здесь все как бы в инструкции написаны если кому-то надо принципе в интернете уже появилось множество роликов по монтажу вот этих фитингов я могу вам показать входит до того что каждый элемент как там тройник смонтировать как муфту и так далее хотя все одно и то же то есть у них у всех вот этот вот элемент станции санкой с обжимной гайкой и так далее и так далее который с легкостью может смонтировать даже грубо говоря женщина так скажем что хотел сказать какой нюанс что они конечно немножко громоздкие но принципе если вы делаете все скрытно то я думаю такого большого труда так сказать и такого большого вреда громоздкость этих фитингов вам не принесет вот так скажем то есть все будет и выглядит изумительно и в любой момент мне чем нравится именно для полива почему я применяю потому что я могу сегодня разобрать перебрать и сделать другое место у меня были первый год грядки располагались таким образом на следующий год я повернул их на 90 градусов сделал высокие грядки короба и так далее и соответственно у меня весь мой полив вы с легкостью разобрался и собрался в новую так сказать и конструкцию с учетом уже новой трассировки данных труб то есть вот таким вот образом собственно говоря кто-то задавал вопрос еще будете монтировать у себя на даче водопровод пить его я буду монтировать из вот этих же труб потому что сегодня мы хотим так другой стороны мы хотим и так даже где-то если что-то вдруг по каким-то причинам там засорилась всегда можно с легкостью разобрать собрать это занимает там считанные минуты нежели вы допустим полипропилентом конечно если где-то вы хотите уже сделать для для квартир или что-то там конечно уже нужно полипропилентом спаять и горе не знать а если вот на даче там типа временного водопровода почему мы не сделать я даже расскажу вам и собственного опыта когда мы запускали котельную надо было сделать водопровод там от какой-то речки чтобы запитать данную котельную мы просто собрали из вот этих вот труб из вот этих вот труб водопровод и так сказать доставили по ним воду для нашей котельной это как бы было временное дешевое решение в принципе данная труба с этим справилась тем более как вы видите давление здесь достаточно то есть труба пм 12 то всегда задавайте вопрос когда вы покупаете какое давление выдерживает ваша труба или какое пн то есть если пн у вас 12 то есть это 120 метров водяного столба или 12 очков как говорят еще сантехники то это очень порядочное давление для примера вам скажу что ваша насосная станция будь она там на даче или будьте допустим на то в том же городе у вас максимум там ну 40 60 ну 80 это предел всех мечтаний потому что и слишком избыточное давление водопроводе это тоже не есть хорошо потому что это и страдают прокладки и трубы и ну трубы то навряд ли но вся сантехника как бы будет грубо говоря работать на пределе все я думаю ответил на на вопрос одного из подписчиков что представляют трубы тпк аква что представляет фитинги можно ли их использовать для чего нужна синяя полоса синяя полоса говорит что водопровод питьевой желтая газопровод черная полоса говорит что водопровод у нас идет технологический или технический как еще его называют спасибо за внимание до свидания с вами был сезон владимир и канал дачный сезон